МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня в нашем выпуске. Опять маршрутки. Ход транспортной реформы обсудили в Доме правительства. В рамках Дней Германии в Чуваши прошел анимационный урок. Зарядка со звездой. Школьники Чебоксарского района отметили Всемирный день здоровья. Организуя работу общественных перевозок, власти должны делать ставку на безопасность и комфорт пассажиров. Такие задачи перед членами Кабинета министров и администрации Чебоксар сегодня поставил глава Чуваши. Формирование транспортной сети в столице и республике. Ключевая тема совещания в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сократилась нагрузка на дорожную сеть. Обновился парк автобусов. На 9% снизилось количество аварий. Проведенная в столице региона транспортная реформа принесла немало плюсов. Но и угодить абсолютно всем горожанам не удалось. На отдельных постребованных маршрутах города продолжают работать автобусы малого класса. В то время как в связи с изменениями схемы движения пассажиропоток вырос в два раза. Одному из крупных перевозчиков в администрации города в исполнении контракта отказали. Предприниматели были обязаны заменить подвижной состав большой вместимости на автобусы среднего класса. Однако лиазы с рейсов так и не сняли. Власти столицы объявят новые торги. Перед объявлением новых конкурсов, новых аукционов необходимо проанализировать сложившиеся пассажиропотоки, кронометраж и обсудить это с инициативными группами. Стародачный сезон начинается. Конкурсные документации должны писать, чтобы они имели или резервные транспортные автобусы. Участник на тракторном заводе был, там заканчивает работу после второй смены. Выходим, говорит, значит. Троллибуса нет, 10 часов. Люди вышли, работают, не на чем уехать. Все нужно предусмотреть. Меняется и межмуниципальная сеть. До конца мая определятся еще более 50 постоянных перевозчиков. Минтранс и региона намерены все же довести дома регулярные рейсы между Новочебоксарском и Чебоксарами. Конкурсная процедура будет проводиться в мае текущего года на новых условиях в электронной форме. На маршрутах 101С, 270 и 101 будут работать автобусы среднего и большого класса. Еще одна тема совещания в Доме правительства – национальные проекты. Предстоящую работу главы регионов обсуждали в Москве. За одним словом с вице-премьерами и с федеральными министрами обсуждали, какие могут быть сдерживающие факторы. Общая стоимость с привлечением небюджетных источников – 20,7 триллиона рублей на реализацию мероприятий национальных проектов, включая 2024 год. Теперь, касаясь взаимодействия, вот и Дмитрий Анатольевич Медеев сказал, четкое понимание у всех должно быть, что мы работаем на общий результат по достижению целей, которые обозначены в национальных проектах. Главы регионов обсудили и новые подходы в работе. Уже известно, что на федеральном уровне пересмотрят целый ряд законодательных актов. Трехлетнее соглашение с федеральными раскладными и распространительными средствами. Контракты, государственные и муниципальные контракты будут заключаться на полтора года, на два года, на три года, а по отдельным сложным объектам на шесть лет. Соглашение, которое мы заключаем федеральным центром, была обозначена вот такая позиция. В течение 15 дней регионы должны заключаться в муниципальном образовании. Также Михаил Игнатьев принял участие в работе расширенной коллегии Министерства энергетики страны. На нужды этой отрасли в республике работают более 40 предприятий. Дальнейшие перспективы производители электротехники обсудят на форуме «Релавэкспо». С рабочим визитом в Чебоксары намерен приехать и руководитель ведомства Александр Новак, Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Субботники начнутся с субботы, а именно с 13 апреля. Об уборке города после зимы говорили сегодня на еженедельном совещании в столичной администрации. Коммунальные службы приступили к уборке города сразу, как только начал таять снег. Однако, как и всегда, им не обойтись без помощи чебоксарцев, отметил заместитель главы столичной администрации по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов. Массовые городские субботники пройдут с 13 апреля по 19 мая. Первые массовые субботники с участием сотрудников администрации районов и структурных подразделений администрации города Чебоксары запланированы на текущей неделе в субботу и пройдут на следующих площадках. В Калининском районе парк Победа, Ленинский район, сквер имени Чапаева, Московский район парк Амазония. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призвал всех присоединиться к акции чистоты. Участников субботников обеспечат перчатками и мусорными мешками. Помимо наведения порядка, этой весной в Чебоксарах высадят более сотни деревьев и тысячи кустарников. Помимо первых массовых субботников, на ближайшие выходные в Чебоксарах запланирован и старт заявочной кампании по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря. Прием заявлений в школах будет осуществляться с 13 апреля вплоть до 30 июня 2019 года сразу на все смены и во все лагеря республиканские и муниципальные. Постановлением Кабинета министров в этом году стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря на смену продолжительностью 21 день определена стоимость 14 962 рубля. В этом году тоже стоимость будет для родителей 20%, 30% и 50% в зависимости от семейного среднедушевого дохода. Комиссии начнут проверять готовность муниципальных лагерей с 20 мая. Первая смена стартует в первый день каникул, 1 июня. Дети, которые останутся в городе, смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Их организуют на базе 54 школ и 4 учреждений дополнительного образования. В общей сложности теми или иными видами отдыха в столице Чувашии планируют охватить 36,5 тысяч детей. Все вопросы можно задать по телефонам горячей линии. Их вы сейчас видите на экране. 7 апреля исполнилось бы 85 лет видному государственному и партийному деятелю Чувашии Леониду Прокопьеву. Последние годы Леонид Прокопьевич работал в Москве. Но большая часть его жизни прошла в родной республике. 14 лет Леонид Прокопьевич возглавлял Совет министров Чувашской автономной республики. Он руководил Государственным комитетом по делам национальностей и отделом Верховного совета. Именно при нем в Чувашии началось строительство Чебоксарской ГЭС и завода промышленных тракторов. Республика превратилась в индустриальный центр страны. Леонид Прокопьев награжден орденами Трудового Красного Знамени. Знак почета. Транспорт, просвещение и здравоохранение. И таких можно говорить вопросов, о которых, как говорится, Леонид Прокопьевич курировал, курировал, занимался и делал множество. Когда это жилье, это 20 малосемейных домов, 3000 квартир для трактористов, проспект Мира, который мы забываем, и это все, Леонид Прокопьевич, потому что встроилось это все в его времена. Лед еще не спешит таять на водоемах, остались замерзшие участки и на Волге. Прочный на вид покров так и манит, но спасатели рекомендуют рыбакам заканчивать сезон зимней ловли. Находиться на рыхлом льду становится все опаснее. Вот так ловко и быстро передвигаются аэросани по весеннему льду. Сидя в спасательном жилете и в надежной технике, не страшно рассуждать о том, почему трещит лед. Почему лед трещит? Да, весной. Весной это не обязательно, но если в Нижнем Пьехе Чебоксарской ГЭС у нас постоянно то опускается вода, то поднимается, и из-за этого лед начинает трещать. Именно лед дышит, он дышит. Не выходим из саней, пока спасатели не измерят толщину льда. Если она окажется только около 7 сантиметров, нас развернут обратно. Оказалось 13-15, значит можем пройти к рыбакам. Спасатели показывают безопасный способ передвижения. Ноги на ширине плечи, в руке песня-палка, и как пингвинчик, оп, оп, скользящим шагом, как пингвинчик, бац, бац, как пингвинчик ходим. Понятно, да? Понятно. А дистанцию мы должны соблюдать не как мы сейчас здесь стоим, 5-6 метров. Весной лед красив, но обманчив. Такие пейзажи ниже Чебоксарской ГЭС. Здесь расположена Новочебоксарская набережная. На огромной площади пока еще лед, хотя чуть ниже уже видно, как на солнце блестит вода. Так вот, прочным его точно не назовешь. Вот на этом месте совсем недавно чуть не произошла трагедия. Под лед провалился школьник. Его спас проходивший по берегу сотрудник МЧС. Он вытащил мальчика с помощью спасательных инструментов. Мы находимся в Нижнем Ефе, Чебоксарской ГЭС. Как вы видите, открытая вода. Когда ГЭС сбрасывает воду, уровень воды поднимается, от берега, естественно, отходит. И оттуда, где каменная гряда, откалываются куски льда. А были случаи, что целый пласт, а вот тут мы видим трещины, да, уносит течением, если вечер еще обычно северо-западный, уносит туда. Бывает, зацепляет ту льдину, которая в подходном канале, и вместе эту льдину тащится вниз. В районе Новочебоксарской пристани все разваливается, лопается. Поэтому на лед в этом периоде выходить крайне опасно. Но рыбаков это никогда не останавливало. Подледная ловля здесь идет с утра до вечера. Что удивительно, рыбачат даже женщины. Весенний лед, он совершенно другой. Это рыхлый, это очень ненадежный. Это каша льда, бывшего льда, уже растаявшего льда и снега на нем. И наступивший на такой весенний лед без треска, без шума можно просто-напросто уйти под лед. Это очень опасно. Если вы провалились под лед, кричите. Есть надежда, что вас услышат и помогут. Вариант не выходить на лед ни под какими предлогами, конечно, остается самым надежным. Татьяна Трофимова, Мария Шоуклева, Валерий Титарчук, Андрей Шоуклев, Республика. Немецкий в чемодане. Анимационный урок для студентов, которые не изучали этот язык раньше или уже подзабыли его. Это одно из огромного количества интересных событий, которые проходят в рамках Дни Германии в Чувашии. Выучила несколько слов на немецком Юлия Важенина. Пожалуй, самые знакомые слова. Их знают даже те, кто специально не изучал немецкий язык. Занятие в игровой форме – отличная возможность вспомнить о некотором и выучить известные словосочетания. Мы будем брать форму приветствия, но в игровой форме. То есть не будем сидеть за партой, мы будем двигаться. Потом у нас будет странновеческий твистер. То есть все мы прекрасно знаем, что такое твистер, но это такой необычный твистер. То есть на этом твистере вы увидите все федеральные земли, то есть это как вот регионы в Германии. И студенты наши будут играть вот как в твистер, но уже социально-культурным подтекстом. Алисия Павлова приехала в столицу Чувашии из Татарстана. К сожалению, пока я не знаю немецкий, но я в процессе того, чтобы его изучить. Мне нравится немецкий язык тем, что он хоть и грубоват, но сложность немецкого языка в том, что его произносить не так легко, и грамматика для изучения требуется много времени. А я люблю выбирать трудности, и поэтому решила выбрать такой язык. Немецкий в чемодане не случайно анимационный урок называется именно так. Вот с этим зеленым чемоданом путешествует главный герой фестиваля мышонок Маузи. Специально для участников урока он привез с собой из Германии методические материалы, карточки и игры. Он знакомит нас, участников, вот вы сейчас тоже увидите, с формой приветствия, с формой прощания. В игровой форме мы будем знакомиться с немецкой лексикой, то есть не с традиционной формой обучения. Мне немецкий язык очень нравится. Сам по себе он язык интересный. Когда мы только-только начали изучать его, мне сначала действительно было трудно, потому что в слове есть буквы, которые сложно произносятся. Например, сочетание «е» и «ай» читается как «ай». Анимационный урок – далеко не единственное событие фестиваля. В ближайшие две недели участников ждут виртуальные экскурсии по Германии, концерт немецкой музыки, конкурс театральных миниатюр по мотивам народных сказок. В Чувашии продолжается международный балетный фестиваль. Спектаклем открытия в этом году стал балет «Аттилла. Рождение легенды», созданный на грант главы Чувашии. Его премьера состоялась в конце октября прошлого года. Постановку, которая уже успела победить в главном театральном конкурсе республики «Узорчатый занавец», посмотрела и наша съемочная группа. Роль «Аттилла» требует особого настроя, признается Дмитрий Поляков. Самые сложные «Па» ведущий солист Чувашского театра оперы и балета повторяет неустанно. В это время в гримерках во все кипит работа. Вся балетная труппа превращается в жители эпохи Древнего Рима. Образы продуманы до мелочей. Чувак сидит. Хорошо. Вот здесь, значит, плотно. Да, давайте сзади, помните, мы так вот так вот здесь спрашиваем, да. Специально к премьере было сшито более 80 костюмов. В постановке задействовано и большое количество реквизита. Танцевать с предметами намного сложнее, говорят артисты. Роль очень сложная. Готовились мы крайне сложно, очень трудно. Вот если вы посмотрите, у меня в роли есть две маски. Да, это вот эта вот маска, которую мы одеваем нагло. И еще мы все время держим такой предмет. Раскрою вам тайну. Это, знаете, олицетворение как бы смерти. То есть это то, что всегда подстерегает, да, людей. То главного героя, то его воинов. То есть мы все время как красная нить во всем спектакле. Вся труппа занята, все, сколько у нас есть артистов балета в этом спектакле. Конечно, без гранта мы бы и не освоили такое количество костюмов и декораций. Очень затратно по человеческим ресурсам. Очень непростой музыкальный материал. То есть это была очень сложная, серьезная работа в оркестре. Да, тяжело, но очень интересно. Особое внимание музыкальному сопровождению. Композитор Андрей Галкин попал в тему. В ней есть и национальные мотивы, есть и лирика, и пафос. Дополняют атмосферу масштабные декорации. Все это по достоинству оценили и театральные критики, и зрители. Постановка великолепная, хорошая. Она ложится в музыку. И массовость, и синхронность хорошая. Замечательное выступление, замечательная актеры, игра актеров. Очень довольна, рада. Атила как раз вот то, на что я хотела сходить. Мне очень понравилась реклама, и мне интересна эта тема историческая. Я считаю, что регионы должны развиваться. Они должны показывать что-то свое, новое. Балетный фестиваль в этом году продлится почти две недели. На сцене Чувашского государственного театра оперы и балета выступят именитые артисты. Из Бразилии у нас, из Киргизии, из Германии. Очень многие города России представлены. Это Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Казань и много-многих других. Поэтому, я думаю, всем нашим зрителям в этом году как никогда понравится. Жители республики увидят премьерный спектакль театров «Новый балет» Марийского государственного театра оперы и балета. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В продолжении темы. В этом году в нашем регионе пройдет фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье». Он объединит более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа. Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. И окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Фестиваль проводится при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова. Начать новую учебную неделю с зарядки решили ученики Кугейского лицея. К ним присоединились олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Елена Николаева и певец Алексей Московский. Так школьники отметили прошедший в воскресенье Всемирный день здоровья. Заряд бодрости получила и наша съемочная группа. По спортивному встречали не только олимпийскую чемпионку, но и всех учеников, педагогов. К зарядке со звездой в школе подготовились основательно. Утреннюю гимнастику делают каждый день, но такую массовую раз в год. Флэшмоб и энергичная зарядка под хиты известного исполнителя. Звезду эстрады школьники выбрали и пригласили сами с помощью соцсетей. Мне очень он понравился, мы классно потанцевали. Я люблю спорт, я каждый день бегаю и на скакалке прыгаю. А зарядку каждый день делаешь? Да. День здоровья в таком формате в Кугейском лицее проходит пятый год подряд. Здоровый образ жизни начинается именно с зарядки. А если на зарядку соберутся все, вся большая школьная семья, мне кажется, это будет просто залогом того, что будет залогом какой-то вот дружбы всех учащихся школы, к чему мы очень стремимся. Только зарядкой день здоровья не ограничился. На классной встрече олимпийская чемпионка Елена Николаева рассказала о своей спортивной карьере и нелегкому пути к пьедесталу. Воля, целеустремленность, выдержка и трудолюбие. Чувашская легкотлетка – пример для подражания. Общение со школьниками – это всегда позитив. Сегодня провели утренний зарядку. Это в игровой форме сначала. Начинали в танцевальной форме. Спортивную ходьбу было очень сложно показывать детям. Я придумывала, я думала, как же показать им спортивную ходьбу, технику спортивной ходьбы. Я на Майкл Джексоник. Лунной походкой, быстрым шагом. Ребятам очень интересно даже становился. Учебный день продолжился в спортивном ключе. Ребята прошли квесты и сыграли волейбольный матч. Татьяна Леонтьева, Бухтиар Вилеев, Республика. Цифровая копия пациента и дистанционная медицина. В рамках Всемирного дня здоровья о виртуальной стране здравоохранения в программе «По существу» расскажет руководитель информационно-аналитического центра Чувашии Александр Родионов. А я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова